здорово я шамшурин и как видите я чилю иди покажи уху я готовлю уху самое вкусное в мире потому что она на костре ну и вообще смотрите ребят очень круто когда вокруг природа значит смотрите история следующая то есть тема видоса не совсем релаксационно-природная потому что постоянно слышу от своих клиентов и в комментариях и где-то еще что люди начинают придумать какие-то отмазки то есть типа почему они не делают да почему они не налаживают свою личную жизнь они не занимаются все что угодно только кроме правды потому что сказать себе что я су и я ссыкливый слабый я волнуюсь мне страшно и так далее это как бы это очень неприятно поэтому люди предпочитают себя на ее бывать вот и последнее время участились случаи я бы сказал когда люди начинают говорить такое что у меня детские психологические травмы то есть они наслушались меня кого-то еще и правда я нигде не говорю что этим надо отмазываться ну и в общем они придумали себе новую железную универсальную отмазку про детские психологические травмы которые мешают или мне говорят ты не знаешь какая мне история была как мне в детстве было плохо и так далее вот для вас для всех у меня видео которое вы дальше будете смотреть это разбор на нашем тренинге то есть и один мой хороший знакомый это охренительный чувак самый лучший аниматор страны один из аниматор ответ не тот который в костюме зебры бегает это тот который делает игры для любителей там поиграть всякие танчики не танчики год у него действительно очень тяжелая жизненная ситуация история если ты послушаешь его историю возможно тебе это поможет в том смысле что ты подумаешь для по сравнению с этим чуваком у меня было хорошее счастливое детство да и никаких меня детских психотравм нет и поймешь у тебя не все так плохо и это не мешает тебе эти знакомиться искать себе женщину и так далее вот обязательно посмотри этот видос значит всем остальным с третьего по шестое я жду тебя на очередном тренинге практика в москве где ты окажешься также в этом зале и не только в зале самое главное в полях с моими тренерами и под моим руководством ссылка для записи на тренинг здесь под видео и самая еще важная информация значит 14 числа в 17 00 14 сентября в субботу у меня состоится презентация моей новой книги мк-1 мужская книга номер один мероприятие открытое бесплатное там же будет семинар там же сможешь попрактиковаться попробовать свои знания навыки вечером после семинара плюс отличная тусовка и самая главная новость это то что вне ну там есть еще одна новость там будет моя любимая женщина вот для меня это самое хоро самое главное для тебя в том числе то что та самая психологи не секретная которая о которой я всегда говорю и пишу то есть она наконец-то придет на мой мастер-класс на презентацию книги и выступит там с какой-то речи ты сможешь поздавать и вопросы очень крутая женщина очень крутой психотерапевт ну и собственно самая крутая книга для мужчин мк-1 мужская книга номер один ты сможешь там забрать свою книжку если ты заказывал ее если ты не заказывал ты сможешь ее приобрести вот и мы с тобой пообщаемся будет фотосессии автограф сессии все 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 а сейчас я буду готовить уху а потом и продолжай смотреть видос там самое мясо вот именно с этой минуты на все ссылки для записи в том числе на мастер-класс нужно зарегистрироваться для этого нужно перейти под этим видео по ссылке и оставить свои контакты все там внизу все я погнал жарить конец кто не забыл и сделал про упражнение сексуальный комплимент как нормально мне кажется даже наоборот вы где-то словили что это же прикольно и они понимают в этот момент наконец-то не будут спасибо а не вводить в театр и кино и все прочее это же очень круто да ну в общем хочу поделиться вот то что это задание на критику дала это действительно прям про меня как же это критиковать то и у меня прям затык такой был потом думаю ну ладно я не грубо же буду обсирать то не буду и вот так стал потихоньку критиковать и реакция абсолютно нормально ничего в этом никто не собрался после этого потом упражнения я не альфа-самец это конечно вот я понял что можно эту информацию так про себя подать свои минусы что это даже вот все смеяться вокруг тебя будут это удивительно для меня было я на свиданке был да и сейчас было да да нормально она пришла все хорошо да все пришло пришла я даже пока не встретил два раза я пацавал про да да я пока сидели давай рассказывать она приходит куда пошли слушай мы прогулялись я позвал ее там чашечку какао выпить мы сели ну я стал что-то о себе рассказывать они там касался сели сначала погоди сначала друг напротив друга потом рядом сначала ее поглаживал там немножко там за ушком погладил там по рукам погладил потом спать я поглядел я не помню какая была причина чтобы по здесь поближе забыл там что-то с казаном потом стал гладить почему должна быть очень веская да да я не помню в общем я по ноге погладил там по бедру там слушай вот честно не то что на прям ярко позитив показывала но руку вообще не и все позитивно было. Ну и в конце попробовал поцеловать губы, она еще один раз поставила второй, я не прожал, не знаю. А ты сам сказал, что мне пора идти, да? Нет, она мне заранее сказала, что это на А6, я ее, правда, задержал еще минут на 10-15, увлек, посмотрел на время, все-все, мне пора ее проводил, поцеловал и сказал, ну типа давай еще завтра тебе вызвоню, ну я не знаю, давай завтра наберу, посмотрим. Ну круто, Андрюк, а у тебя до этого когда были свиданки? Слушай, у меня была одна свиданка через Тиндер, одна, и еще три года назад что-то там, и все, и все вообще в принципе. Ну то есть это приятный момент, что ты пришел сегодня третий день, и у тебя сегодня уже произошло свидание, и вечером в 8 еще одно, я надеюсь. Да, я сейчас дозвонюсь, напишу, ты понимаешь тут какой момент? Да, у меня возможно не получается, как у ребят, так технично брать и где-то настойчивость не хватает. Это все получится. Да, но я хотя бы теперь могу, вот действительно, подошел к двум таким ухоженным женщинам, и рассказывал им, как я там, то, что мне стыдно, и, блин, раньше бы я даже не подумал, что я так смогу сделать никогда. Не, ну это вот все равно тебя сейчас Володя спросил, ну, про длительность, когда были до этого свидания. Ты как-то вот вроде не с радостью, не с гордостью сказал, что у тебя... Мне надо себя похвалить, Андрюха. Да, да, в общем, очень круто, надо просто дальше практиковать. Вот ты говоришь, надо месяц будет, я думаю, надо год практиковать. Да, сколько угодно. Для того, чтобы это все накапливалось, 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 и соответственно, чтобы это стало для тебя привычной нормой жизни, чтобы ты перестал стрессовать от этого. Да. Вот ты правильно говорил, что типа волосы, ну надо не только волосы, надо все, 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 всего себя починить. Мы здесь не потому, что там ебать, что у тебя сволоса есть, что у тебя сволоса есть. Наша задача сделать так, чтобы ваше, ну скажем так, общение с женщин максимально улучшилось, насколько это возможно. Кому-то надо похудеть, кому-то надо потолстеть, кому-то надо накачаться, кому-то надо постричься, помыться, там прыщи, не прыщи, помимо того, что еще и нужен вот этот навык внутренний, который мы здесь прорабатываем. То есть над всем надо работать. Кому-то над общением, кому-то над внешкой, кому-то над тем, над тем. То есть по большому счету неплохо бы вообще все моменты дотянуть. И это тебя хуже не сделает, понимаешь? Да, да. Возможно вообще даже на курсы какой-нибудь по риторике пойти или по актерскому мастерству, чтобы еще себя дожать. Естественно. А знаете, в чем при курсе? Вначале это как бы воспринимается как для того, чтобы прессовывать телкам. И в этом нет ничего плохого. Но по большому счету все это даст вам в принципе в жизни очень много чего. Понимаешь? Это отразится там на бизнесе, на каких-то знакомствах, на то, как там на работе на тебя будут люди смотреть. То есть это просто тянет за собой все остальное. Есть еще кому-то что-то рассказать? Вопрос. Сейчас, да. Ну раз мы о приятностях стали говорить, то у меня тоже с девушками я встречался может быть раз в полгода вообще. И сегодня это был просто космический. Ты прятал таких в лесу, что ли? Я стесняюсь спросить. Расходил раз в полгода. Ну, потому что… Это удивительно. Потому что просто… Да. И сегодня это просто вот такое, ну, облегчение. Ну, это прям офигенное. Потому что там Игорь, вот Саша, и потом с Вовой вот я походил… Последнее было вообще прикольное. Она на тебя уже смотрелась. Ну, сначала вы угорали, мы там с Данчиком и с Кариной уже стояли. А потом со стороны было ощущение, что вы уже, знаете, обсуждаюсь. Так. Ну, жить будем, наверное, там у меня, да, там типа, блядь. На дачу будем есть раз в день. Ну да, мы разговорились там кто где работает. У вас уже реально такое ощущение, что вы семья, блядь. Значит, она просто смотрит. Да, да, мой господин. Да, мой господин. Ну, есть тебе помогла поддержка в данный момент там саппортов и тренеров, да? Я так правильно понимаю? Очень. А тебе было страшно, когда мы тебе говорили, вот там иди к вот этой и вот к этой? Ну, наоборот, была поддержка благодаря этому. И как бы, ну, страха не было, но сам бы я не смог бы сделать. Поэтому ты выбрал тусоваться рядом с нами. То, чем я говорил в первый день, это самое прикольное и полезное. Да, сохранить это вот… Сейчас надо это еще больше раскочегарить, понимаешь? Прям, пока оно появилось, его надо не то, что… Как некоторые… Фух, ну, на сегодня хватит, пожалуй. Это, блядь, херовая тема. А надо, наоборот, подхватить себя, прям… Не, сейчас надо вообще еще, еще, еще. Тогда вы… В любом случае, вы сейчас… У вас как сейчас происходит, пока вы не привыкли. Вы здесь немножко прям взлетели эмоционально, а завтра опять… Потом опять взлетели, опять взлетели. Вы это будете делать вот так вот, понимаешь? Но оно все равно будет расти, как бы, каждый раз. Поэтому тут вот завтра, да, чуть спад там, или через несколько часов. Вы раз опять… Раз опять… Но вы сюда уже, блядь, не вернетесь, понимаешь? В эту точку ноль. Если вы будете регулярно, ежедневно, поэтому и будет, там, цепь задания на месяц, делать эту штуку на дистанции, да, и вы все время будете выше, 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 выше. Даже в какой-то момент будет такой охуенный спад, но все равно вы на ноль уже не выйдете, чуваки. То есть, если вы будете просто сейчас делать это методично. Сейчас стараюсь упражнения делать. Я становлюсь более раскованный, но мне кажется, что я именно в каком-то этапе лагаю, и оно все… Как бы я там раскованным не становился, где-то я ошибку совершаю, и сам этого не замечаю. Так это вообще, Андрюха, твоя тема, потому что тебе что ни говори, ты идешь и делаешь. Тебе надо просто подходить, чтобы мы тебе давали обратное… Да, да. Тебе не то, что нужно становиться раскованным, тебе надо, наоборот, успокоиться чуть-чуть. То есть, у тебя… Ты не знаешь, Андрей, каким он был раньше, да, и так далее. То есть, мы тебя видели еще даже тогда, Андрюха, когда мы с Кариной с тобой встречались в кафешке, там, на… Что там зовут? На технологке. На технологке, да. И ты очень громко разговаривал, блядь, мне аж было так иногда стрёмно, потому что… Он разговаривал так, что нас все это кафе просто слушало. То есть, у Андрюха просто был очень громкий голос, вот так вот. А еще я, в общем, программист, вот так вот, ну реально так разговаривал. Сейчас ты ни разу так громко не говорил здесь, чувак, это еще один прогресс. Почему это, наверное… Ну там Ире виднеет, да, почему ты так разговариваешь, я не знаю, не вдаюсь в это. Ну а единственное, что я знаю про тебя, что у тебя было какое-то, мягко говоря, блядь, не самое пиздатое детство, да? Наверное, да. И если в принципе… Вот у меня просьба, то есть если это не конфиденциально и не как-то прям вот… Ну как, можешь в двух словах рассказать, что значит не самое пиздатое детство? Слушай, ну не самое пиздатое… Если нет, если можешь, мы тебе сейчас микрофон передадим. Если это конфиденциально, то не надо. Какие-то половину спертов я может упущу. В целом просто, вот в трех словах. Дай ему, пожалуйста, микрофон. Это я сейчас… Сейчас, погоди, это важно. А, ну вообще… Это сейчас, Андрюха, это я к тому, что это я для тебя, Юра, для твоего особенного случая. И для всех остальных, которые думают, ты не знаешь мою историю, надо мне это рассказывать. Вот у чувака история. Какая концепция? У меня воспоминания с трех лет. Выбитая дверь, пьяный отец алкаш стоит. Мы с матерью ночуем на улице, я это помню, в три годика. В четыре годика тоже пьянки всякие, родственники, которые меня выгоняют на улицу. Отец бьет мать, отец сбрасывает мать по лестнице. Естественно, я хочу вклиниться, но я мелкий еще. В семь лет я несколько раз убежал из дома. Меня сдали в психбольницу. Мне там… Я очень сейчас мягко рассказываю. Коротко и вот… Да. И мне говорили типа, о, чувак, ты… Короче, к нам еще вернешься, вот так говорили. В психушку, да? Да. Меня закормили таблетками, и после этого у меня все мое поведение изменилось. Если я раньше был, в принципе, такой нормальный пацан, агрессивный, то после этого я стал… Первое время очень агрессивный. Помнится, чуть друга не задушил, а потом чуть-чуть. Вот если бы ко мне подошел чувак и стал мне бить по лицу, я просто бы стоял, не реагировал. У меня просто полная апатия была. А в психушку, в принципе, лучше не попадать, потому что им плохо. Они вот так вот эти диагнозы нахуй задали. А, ну, у кого… Кто переводил в халат, кто-то психотерапевт. Дальше там что было? А… Прикольно, да? 7 лет, но это в 90-е, там реально нечего было есть, я просто собирал бутылки, чтобы вот принести, купить курицу, и мать у меня сварила суп. Это мне было 7 лет. Это было до психушки, потом была психушка, потом я стал чуфиком, и вот 12 лет я был овощем. Жил ушей на отцах, я не говорю, что я прям горжусь этим, я просто вот реально был сломанный полностью. Смотрел в потолок, по 12 часов спал, реально по 12 часов. Мне не было ради чего жить, вообще вот серьезно, я хотел его просто взять и повеситься. И вот из этого состояния я стал выходить в 23 года, когда от отца переехал. Почему переехал? Мотивация простая, он пил постоянно, я хотел от него переехать. Я нашел как-то работу, я уже стал аниматором. У меня 7000 в кармане было, я переехал с ней в Москву с 7000 еще. Я первое время спал на квартире, это мне было... Не, 25 лет я пью, я очень поздно начал, кто-то начинает в 15 лет, я начал там в 20 с чем-то. Ну, начал бы раньше, больше достиг. И вот у меня еще было 130 килограмм веса. Вот это вот очень поверхностно. Вот у меня 130 килограмм веса, я боюсь женщин, и у меня куча комплексов. А, и еще я забыл, последствия детских травм, это от темноты боюсь, я боюсь выйти из дома, мне реально не выйти, пока ручку двери 30 раз не дерну. Как я это лечил? Я жил в общаге, я когда ночью ложился спать, я дверь не закрывал. Я думаю, ну если зайдут и захотят меня ограбить, пускай заходят и грабят. Полгода я так делал. Это Ира тебе сказал? Нет, это я сам сверху уже. И вот у меня такой хуйни дофига, у меня вот этих УКР-неврозов, я до сих пор от них не пролечился, это невозможно полностью. До сих пор у меня какие-то страхи есть. Ну Ира тебе сильно помогла. Не, ну конечно, охуенно сильно помогла, я там сидел, пять тетрадок извел. Конечно, сейчас на тренинге тоже помогает, но честно скажу, у меня постоянно, вот может кого-то отпустило, меня не отпустило, я постоянно через свой страх делаю. Значит, Андреус, это вопрос времени, просто здесь всего лишь три дня, ты реально сейчас должен ебашить, вот сука, это только вопрос времени и больше ничего, когда тебя отпустит. Причем это будет вот так вот, как тут говорили, в неожиданный момент, вот когда он... Это как с мячом управляться. Как это получилось, да. В общем, да. Ты все? Нет, в общем, все проблемы решаемые, какие-то долго, какие-то более долгие. Вот тут УКР, его вот так вот не решишь, там я больше года работал над собой. Да, обсессивно-компульсивно-компульсивно. Но они как бы особо не знают, ну то есть о чем-то в двух словах по-русски объяснишь, что это значит? Вот смотри, это любое повторяющее действие. Тебе пришла мысль, так, я дома, так, какая-то опасность меня вгружает, а ты сидишь, эту мысль в голове крутишь. Я могу пол дня сидеть и крутить, не работать, мне просто из этого состояния не выйти. Мне просто иногда смешно, люди другие живут, ой, у нас проблемы, блять, в смысле у вас проблемы? Я работать не могу, я не могу просто мыслительный процесс свой прекратить действовать. Мне, вот это проблема, блять. Андрюха, ты реально красавчик, ну как бы вот, зная тебя заочно, да, ты что там, Ира про тебя говорила, ты что бы с тобой тогда вернулся? Я тебя уважаю, я считаю, что ты реально охуенный чувак, потому что ты со всем этим приходишь сюда и делаешь здесь, потому что, почему ты здесь делаешь, Андрюха? Ну, а потому что, потому что смерть, потому что, это как, потому что вот, это когда от отца решил съехать, если я буду у него оставаться, он все равно сопьется и умрет. Я как бы прогнозирую на 10, на 20 лет вперед, это неизбежное. То есть тебе не хочется просто прожить жизнь там не так, как тебе, блять, сейчас? Конечно, все равно он сдохнет, все равно я буду в ситуации, когда мне надо будет самостоятельно жить, все равно подохнет. То же самое с женщинами, ну охуеть теперь, но я могу, конечно, там не подходить к ним, год, два, три, четыре, да, да. Но это же про одиночество и чего, я не хочу так жить. Да, мне, конечно, сложно. Это очень круто вообще. Да, мне сложно получается, да, вот я, я каждый день сразу скажу, вот я каждый день, сука, хотел с этого тренинга уйти, я каждый день, вот, себя просто пинка себе давал. Да, возможно, я вам не писал, это мой косяк, но я себя сам заставлял, как-то получалось. Да, Андрюха, ты реально молодец. Мужик, мужик. Да, да. Вот вообще биологический вот человек, ну вот в нас заложен страх, да, который убрать, в принципе, как-то почистить, излечиться от него, прогнать его нельзя. Вопрос в том, что когда есть просто два типа вот людей, то есть страх так и так у каждого будет. Просто вопрос в том, что кто-то с этим страхом не работает, то есть не выбирает работать, а кто-то с этим страхом работать выбирает и с ним идет. Всегда будет страшно, то есть вот и тем мужчина отличается от мальчика, да, то есть мальчик он дрожит, блядь, ему страшно, как бы он не делает, блядь. А мужчина это тот, кому страшно и он все равно делает. Не будет такого, что с вас там в тренинге там почистили все страхи, их куда-то убрали. Нет, то есть будет такая же ситуация, как у тебя, в принципе, это и в жизни, так и всегда будет, что вот эти чуваки, которые достигают больших высот, там спортсмены, все там кто угодно на этой же войне. Ну и всем страшно, просто кто-то с этим страхом договаривается и идет с ним в ногу. Вот это мужик, да, то есть который выбрал с этим страхом пойти. Вот и вы сейчас сами для себя решаете, определяете, какие нахуй там болезни, никто ничем не все, все здоровые люди. Я очень благодарен, что ты эту историю рассказал, потому что каждый, сука, поток, кто-нибудь начинает пиздеть, блядь, ты не знаешь, какая мне история, у меня была там детская травма и так далее, блядь, идите в жопу только потому, что, ну, когда вы будете это себе говорить, что, какого хрена толку то, что вы это будете рассказывать кому-то, блядь, по итогу вы, блядь, останетесь без девок там, без чего-то еще, то есть вы будете одиноки, блядь. И потом, ты видишь этого мальчика, 50-летнего, у нас были случаи, приходили мальчики, им 50 лет, ну, вот это мальчик, ему уже 51 год, а он юноша, блядь, вот он как остался там, блядь, вот, ну, в своем вот этом детстве, потому что страшно. Ну, еще будет прикол, как бы это ужасно сейчас переведу, не звучало, мне звонит один чел, такой вот, да, и говорит, ты знаешь, мне нужна женщина, таким еще голосом, ну, каким-то, вот видно, что он какой-то припизднутый. Я говорю, а что случилось-то? А вот у меня мама умерла, я говорю, и что тебе, ну, новая нужна? Ну, вот, да, мне теперь, как бы, нужна женщина. Я говорю, а тебе, ну, женщина, зачем ты, ну, там, секс, не секс, семья? Ой, нет, секс, это плохо, как бы, вот, ну, все. Я говорю, а зачем тебе нужна женщина? Ну, вот, чтобы там она, там, ну, там, заботилась обо мне, там, готовила, блядь, то есть, реально к этому можно прийти, блядь, понимаешь? То есть, просто чувак, блядь, застрял, ему не хватило осознанности понять, что с ним что-то не так, он жил, блядь, с мамой, но я к тому, что мама, она когда-то умрет, блядь, и вы 50 лет, 40, 30, 20, сука, дальше-то, что вы будете делать? Я к тому, что если сейчас кому-то, там, 20 или 30 лет, уж извини, Юра, я сейчас тебя буду использовать, вот, Юрий сейчас, там, грубо говоря, почти сорокет, то есть, и он, вот, ну, как бы, нихуя не делает, то есть, если тебе сейчас 30, и ты думаешь, что, блядь, ну, там, я все равно что-то наверстаю, вот, пожалуйста, сидит пример, ему 40, блядь, он думает, что еще у него не все потеряно, так ему через 10 лет будет полтинник, блядь, а там уже нахуй он будет никому не нужен. Когда вы будете по поводу себя, вот, принимать решение, чтобы что-то менять, блядь, ну, то есть, это только ваш выбор? А вот эта попытка гнаться, там, за деньгами, и вот, Рус, там, опираться на бабло, да, на это не то, что прям про тебя, это как вот многих мужиков твоего типажа касается, вы, блядь, вот стопудово достигнете в скором времени такого возраста, когда вы даже с баблом нахуй никому не будете нужны. Максимум, что вы будете делать, вы с ним будете снимать за подарки и за большие суммы каких-то шлюх дюрановских, блядь, которые, ну, там, будут с вами ебаться, и все. Ну, как бы жизнь женщины и отношения с женщиной, это не только секс, понимаете? Секс, это, там, какая-то малая, блядь, доля того, что вы оттуда можете получить, потому что нахуй вам ебаться со старыми пердунами, блядь, и богатыми, хотя можно найти себе молодого и богатого дрочера, коими Москва изобилует, блядь, там, не знаю, ездить с ним на его, там, Феррари по ночам, а вы будете не удел, ребята. Поэтому тут, как бы бабки-то, они все не решают. И самое интересное, что, как бы, себя-то никогда не обманешь, ты всегда будешь знать, что она с тобой либо за деньги спит, там, либо что-то еще, вот этот внутренний, там, человек, вот этот второй, там, блядь, второй Руслан, или там, второй, там, не знаю, Юра, он всегда будет тебе говорить правду, что, блядь, вот, ну, у этого, там, вот такие телки, а я, в принципе, могу, но почему я этого не делаю? Ну, вот он всегда будет бунтовать, вот этот внутренний человек, там, твой второй я всегда будет бунтовать, и вы всегда будете об этом знать, он будет бунтовать и в 20, и в 30, и в 40, и в 50 лет, то есть у меня вот какие мысли были, там, в 15 лет о том, чего-то я там боюсь, а у меня и в 37 они до сих пор остались, ну, как бы, я так же точно вижу мир, и этими же самыми глазами все точно так же ощущаю, это никуда не девается, с этим надо жить, и с этим надо как-то взаимодействовать, то есть, если тебе страшно, вот, как Андрюхе, там, с этим все равно надо работать трясущимися руками, там, да, подходить, как ты говорил, к телке, там, или кто там, да, озвучивать, да, мне сейчас страшно, но как-то, блядь, пытаться с ним взаимодействовать. Я всегда говорю, переходите, блядь, на темную сторону.